Друзья, всем привет! С вами Зона ММА. Сегодня вас ждет вкусный выпуск. Начинаем, как всегда, от анонсов. Дастин Парье и Майкл Чендлер проведут бой на UFC 281. Конор Макгрегор снимется в ремейке культового боевика. Энтони Петтис не считает Хабиба лучшим бойцом в истории. Валентина Шевченко высказалась о предстоящем бою Махачева и Оливейры. Переходим к выпуску. Бой в легком весе между Дастином Парье и Майкл Чендлером станет частью турнира UFC 281, который состоится 12 ноября на арене Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Об организации поединка сообщил известный спортивный обозреватель Ариэль Хеливани. Дастин Парье провел последний бой в декабре прошлого года, проиграв удушением в третьем раунде на тот момент действующим чемпионом UFC в легком весе Чарльзу Оливейри. Майкл Чендлер напротив, в предыдущем поединке вернул карьеру в успешное русло, нокаутируя во втором раунде Тони Фергюсона. До этого экс-чемпион Беллатр уступил техническим нокаутом Чарльзу Оливейри и единогласным решением Джастину Гейджи. В настоящий момент Дастин Парье и Майкл Чендлер занимают вторую и пятую строчку в рейтинге легковесов. Друзья, классный бой нас ждет под конец года. За кого будете болеть? Я лично буду болеть за Парье. Думаю, он перебьет Чендлера в стойке и бой закончится решением. А вы как думаете закончится бой? Пишите в комментариях. Конор Макгрегор сыграет одну из ведущих ролей в ремейке культового боевика 80-х «Дом у дороги», съемки которого стартуют в течение месяца. Образ главного героя, который по сценарию является бывшим бойцом UFC, на экране воплотит известный голливудский актер Джек Джилленхол. Об этом сообщила пресс-секретарь ирландца. Конор Макгрегор будет рад продолжить свою легендарную карьеру в Голливуде и присоединиться к Джеку Джилленхолу в перезапуске любимой классики «Дом у дороги». Круто, что Конор начал сниматься в фильмах, надеюсь он хорошо сыграет роль. Друзья, если до сих пор кто-то не подписан на канал, подпишитесь пожалуйста и поставьте лайк. Бывший чемпион UFC Энтони Петтис заявил, что не считает Хабиба Нурмагамедова величайшим бойцом в истории ММА, поскольку его достижения больше не кажутся такими внушительными на фоне последних результатов нынешнего лидера Чарльза Оливейры. Энтони Петтис сказал, что медиа продвигает Хабиба как величайшего бойца всех времен, но сложно назвать его таким из-за того, что прямо сейчас делает Чарльз Оливейра. Загляните на имена соперников, которых он победил. Джон Джонс зачистил полутяжелый вес и поднялся вверх, он ушел чемпионом, у Оливейры тоже есть шанс это сделать. Если он победит Ислам Махачева, то следующим в очереди будут Бенниел Дариуш и Матеуш Гембрат. После этого я бы сказал, что Оливейра зачистил легкий дивизион, тогда он однозначно будет самым доминирующим чемпионом. Друзья, честно говоря, Хабиб побил всех, кого побил Оливейра. Если сейчас Чарльз побьет Махачева, Дариуша и Гембрата, то тогда да, я соглашусь с Петтисом, а вы что думаете? Пишите в комментариях. Чемпионка женского на легчайшие весы UFC Валентина Шевченко уверена, что Чарльз Оливейра и Ислам Махачев подарят болельщикам интересный и яркий бой. Оливейра очень опасный, он дерется как сумасшедший, он может бить соперника, может пропускать и это будет круто. Ислам более спокойный, более контролируемый. Он больше ждет своего момента, когда ему необходимо бороться, он будет бороться, когда ему нужно биться в стойке, он будет биться в стойке, так что это будет невероятно безумный и отличный бой. Меня удивляет, что Махачев фаворит, потому что Оливейра дрался с более рейтингами соперниками, чем он. Собственно говоря, Чарльз сбился со всеми топ бойцами легкого веса, победил их всех и показал, что его место здесь, что из-за этого он удерживал титул. У Ислама никогда не было возможности сразиться с кем-то более рейтингом, чем он, я имею ввиду топовых бойцов, входящих в топ-5, сказал Шевченко. Друзья, я тоже не понимаю, почему Махачева стоит фаворитом. У Ислама пока не было топовых соперников, в отличие от Оливейры, и тот и тот могут бороться и делать сабмишины. Может быть Оливейру считают, что он не так хорош в партере, как Ислам? Честно говоря, не могу сказать точно. Помогите разобраться в комментариях, пишите свое мнение. Друзья, спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки.